Всем большой привет! Добро пожаловать на наш канал Простый рецепт! Сегодня я готовлю очень вкусные мини-пиццы с тестом на пшеничной закваске. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе! И для этого рецепта мне понадобится для теста я взяла 300 миллилитров воды комнатной температуры, 1 чайную ложку соли, 2 столовые ложки растительного масла, лучше взять оливковое, не рафинированное, у меня рафинированное. 100 грамм пшеничной цельнозерновой муки, примерно 400 грамм пшеничной муки высшего сорта и, конечно, закваска. Здесь у меня уже готовая опара, вот так она выглядит в готовом виде. Понадобится 300 грамм. С вечера к 20 граммам стартера пшеничного я добавила 150 грамм воды, все хорошо размешала и добавила 130 грамм муки пшеничной и 20 грамм цельнозерновой. Оставила ее при комнатной температуре на ночь, примерно на 10-12 часов. И утром у вас должна получиться вот такая же опара. В чашу выливаю воду от опары, отбираю столовую ложку. Это будет стартер уже для следующей выпечки. Может быть, для хлеба, для чего угодно. Закрою ее пленкой и поставлю в холодильник. Остальную опару выложу к воде. Все размешаю. Добавлю соль. Далее добавляю цельнозерновую муку. И далее постепенно ввожу белую муку. И уже вымешиваю окончательно тесто. Добавлю соль. Вот такое тесто пока получилось. Теперь в два этапа ввожу растительное масло. Добавлю под Wolofnor. Добавлю готово. anasор. Писажер. И уже окончательно вымешиваю тесто до гладкости. И вот таким вот образом, методом отбивания, я вымешиваю тесто минут 5. И в итоге должно получиться вот такое мягкое тесто. Перекладываю его в миску. Миска у меня смазана растительным маслом. Закрываю пленкой и оставляю на брожение на 3 часа. И за это время я сделаю 2 складывания теста, чтобы оно было более упругим и хорошо развивалась клейковина. Если за эти 3 часа у вас возникнут какие-то жизненные ситуации, когда вы уже не можете работать с тестом, то вы это тесто просто берете и убираете в таком виде в холодильник. В холодильнике оно может стоять при температуре 5-7 градусов до 10-12 часов. Потом можете достать и дальше продолжать с ним работать. Я же свое тесто оставляю на столе при комнатной температуре 24 градуса. Делаю первую обминку теста. Вот таким вот образом. Закрываю пленкой и оставляю дальше на брожение. Вот так у меня уже хорошо поднялось тесто. И я делаю вторую обминку. Для начинки я буду использовать натертый сыр. У меня здесь 200 грамм. Немного красного сладкого перца. Обжаренные грибы и шампиньоны. Я их во время жарки посолила и поперчила. Томатный соус. К нему я добавила немного итальянских трав и перемешала. И порезанные колечками маслины. Стол я немного припылю мукой. Посмотрите, как хорошо подошло мое тесто. Появились пузырьки. Это значит, что тесто хорошо выбродило. Посмотрите, какое оно шикарное. Легкое, мягкое, воздушное. Немного я его обомну и раскатаю. Раскатаю я его в пласт, чтобы потом можно было вырезать кружочки. И стаканом вырезаю кружочки. Перекладываю их сразу на противень. На небольшом расстоянии друг от друга. Остальное тесто я слегка обомну. И немного оставлю отдохнуть. Закрою заготовки пленкой и оставлю так на 30 минут, чтобы они немного подошли. Теперь каждую лепешечку смазываю соусом. Немного присыпаю сыром. Немного перца. Начинку выбирайте сами по своему вкусу и желанию. Немного маслинок сверху. И в конце снова сыр. И ставлю выпекаться в хорошо разогретую духовку на максимальную температуру примерно на 20 минут. Смотрите на особенности своей духовки. Первая партия у меня готова. Посмотрите, какие они хорошенькие, симпатичные и румяные. Теперь я поставлю следующую партию маленьких пицц. И вот такие прекрасные мини-пиццы у меня получились. Получается их достаточно много. Они очень вкусные. Шикарное тесто на закваске. Она придает свой духовитый аромат, который не сравнится ни с чем. Это очень и очень вкусно. Начинку, как я уже говорила, можно выбрать по своему вкусу и желанию. И я вам от души всем рекомендую попробовать такие пиццы. Тем более, что готовятся они совершенно просто и легко. Как вывести пшеничную закваску и ржаную закваску, а также как перевести закваску из одной в другую, я оставлю все ссылочки в описании под видео. Обязательно заходите и посмотрите. Готовьте с любовью, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Текст и формат рецептов вы как всегда найдете на Яндекс.Дзен. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Я всех от души благодарю за просмотр. Желаю вам прекрасного настроения. До скорых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok